Приветствую вас, мои товарищи! Демонстрирую вам проклятие блогера. Как только ты начинаешь снимать видео, начинают летать вертолеты, самолеты, слепни, орлы, бобры и так далее. В общем, дубль номер 45. Сегодня я снимаю вам о чудесном произведении парфюмерном. Это туалетная вода Demon Original. Этот товарищ немножечко трэшовый, стоит рублей 150, но вокруг него много споров, толков. Многие любят его за его необычность, а многие пользуются им, потому что это уже такая классика. Это уже некие такие флэшбэки, возвращение в свое какое-то студенческое прошлое и так далее. Я же познакомилась с этой туалетной водой в Magnet Cosmetics. Итак, знаете, у меня бывает такая фигня, я просто прохожу мимо каких-то парфюмерных полок, и мне тут же просто цепляется мой глаз за что-то, ну просто за какой-то флакон. И этот флакон будто говорит, Соня, подойди ко мне, занюхай. И знаете, это действительно оказывается что-то дико интересное, это что-то как в кино, знаете, искра безумия. И вот мы уже вместе. Я потом даже пробую другие ароматы вокруг, но все они оказываются фигнёй. Именно то, что ненароком привлекает моё внимание, оказывается чем-то, знаете, это как судьба. В общем, то же самое у меня было с этим ароматом Demon Original. Сейчас я нанесу его на руку, чтобы поподробнее и поточнее напомнить, что же я почувствовала. О боже, вот оно. В общем, хочу сразу сказать, если вы очень впечатлительный человек, очень обидчивый, то советую вам выключить это видео и записаться к психотерапевту, а все остальные готовьтесь слушать. В общем, товарищ был весьма необычен. Ой, кстати, очень хочу вам показать его оттенок, если получится. А нет, боже, ой, боже, жалко. У него очень красивый фиолетовый флакон, но это видно только на свету, на просвет, так сказать. Ладно, не судьба. В общем, извините за сумбурное видео, просто я сейчас плаваю на доске, и мне захотелось его снять, поэтому не обессудьте любуйтесь природой и моими трелями шизофреничными. Ну да ладно. В общем, когда я попробовала этого товарища, первое, что мне ударило в нос, как бы это сказать поцензурнее, ну хотя ладно. В общем, как будто какой-то незатейливый дачник поднял с пола упавшую давно сливу, даже не потер ее о свой жилет от всякой пыли и дачной грязи, съел ее и буквально минут через пять тут же присел в ближайшей клумбе. То есть это пахло как... Извините, я понимаю, что вы смотрите парфюмерное видео, но это пахло как, знаете, жидкий... Ну да ладно, в общем, господи, добро пожаловать на мой канал. В общем, как будто кто-то обосрался сливой. В общем, а потом... В общем, я, разумеется, дико напугалась. Тут же одернул руку от носа. Мне стало дико стыдно. Я с ужасом думала о том, что мне еще идти домой и что, не дай боже, от меня будет вонять так, будто я не дотерпела. Ну да ладно. Потом, когда я искала влажные салфетки в этом магазине, уже шла на кассу, чтобы меня спасли от этого, я уловила запах настоящей забродившей сливы, но не до состояния какой-то, знаете, около алкогольности, а скорее... Ой, бирюзовая стрекоза села на кувшинку. Я не знаю, будет вам ее сейчас видно или нет. Ой, она такая маленькая, такая хрупкая. Ой, улетела. Ну да ладно, не судьба. У меня сейчас такое будет сумбурное видео, но не обессудьте. Знаете, это мой личный парфюмерный дневник. В общем, этот товарищ начал раскрываться безумно красивой сливовой древесностью, опять же, в какой-то стружке и пудре ветхих деревьев и лепестков, каких-то цветов. Из такого пушистого, пышного, цветочного, цветущего, пардон, сада с плодовыми цветами. Причем, знаете, будто это и весна, когда расцветают цветы, и будто это одновременно уже лето или даже осень, когда время собирать плоды. То есть это такое огромное количество потрясающих ароматов природных и смешений их. Я понимаю, что это звучит, возможно, комично, потому что этот аромат стоил рублей 150, а то и меньше. Я в итоге его вообще в метро купила, потому что в магнит косметику он стоил 170 хреном. Ой, сейчас прыгает рыба. Не знаю, удастся ли это заснять. Да ладно. Почувствую себя рыбаком по ходу съемки парфюмерного видео. В общем, это потрясающее смешение и контрасты. То есть сначала этот аромат безумно индольный, безумно до ужаса канонично индольный из-за сливы и белых цветов, а потом это безумная красота. У него в начальных нотах черная смородина, от нее чувствуется именно ягодная сочность. Не определяется четко смородину, скажу я вам. Далее идет жасмин. Вот он, конечно, вносит свой вклад в индольность. Потом идет слива. Та самая вот слива. Тут такая слива, мало не покажется. Я бы даже сказала, знаете, торнослив. Потом цветы апельсина, роза. Розу я тут не ощущаю. Гелиотроп. Гелиотроп весьма. Малина. От малины тут такая сладость какого-то ароматизатора, пакетированного сока, наверное, с малиной. Кассия, тубероза, мед. А мед тут такой и вправду терпкий, сладкий, цветочный. Ягоды. Далее тут в сердце корица. Кориандр, анис, гвоздика, перец стручковый. От всех этих специй чувствуется легкая остринка. Но так как это, знаете, заявлено типа как мужской аромат, на самом деле он весьма унисекс. И благо тут нет вот этой мужицкой, бюджетной базы, ершистого, перечного какого-то винегрета. Тут легкая, такая благородная, я бы сказала, остринка. В нотах шлейфа тут ветивер, сандал, кедр, палисандр, лабда. Но вот лабданом и апопонакс я чувствую тут весьма и весьма. Ваниль и мускус. Мускуса не ощущаю. От ванили тут, опять же, легкая такая изящная достаточно сладость. Аромат раскрывается настолько красиво, насколько он пугающе раскрывается в начале. Это тот случай, когда этого же товарища скопировали с Пуазон от Диор. Вот этот самый первый Пуазон, который был еще Пуазоном, а не Пуазоном. В общем, да, они похожи. Только знаете что? Опять же скажу страшную вещь. Поэтому если вы очень чувствительный человек, который фукает на все и вся, закройте уши. Но если вот этот демон пахнет какахами поначалу, ну, потому что мы говорим про индольный аромат, так что не обессудьте, то Пуазон отдает, если честно, какой-то мочой бабки из общественного транспорта. У него более желтоцветочная индольность. А у этого аромата белоцветочная индольность. Поэтому вот тут, знаете, если вы ищете, если вам нравится индольность, если вам нравится такая прям неприкрытая, извините, это, кстати, парфюмерный, околопарфюмерный термин людей, которые этим занимаются, каловая индольность. В общем, выбирайте вот это. Если вам нравится что-то более острое, более такое желтоцветочное, то это, конечно, Пуазон. Разумеется, этот товарищ не особо стойкий, но он очень красиво раскрывается. Он очень красиво раскрывается и на холодной коже, и на горячей. И, если честно, вот этот товарищ на мне более носибельный, потому что Пуазон отдает потом немножко металлическим чем-то, становится таким пронзительным, холодноватым, ну, действительно, ядовитым. А этот товарищ более радушный. Тут такой какой-то реально ванильно-цветочный мед, который очень приятно запудривается, если так можно сказать. У меня затекли ноги, поэтому я немножечко привстану. В общем, я хочу сказать, что этот товарищ, я бы сказала, обязателен к затесту для тех, кто хочет познакомиться с игрой индола в ароматах. Мои видео как бы... Ой, смотрите, у нас очень много желтых кувшинок, а это, видите, раскрывается белое. Я потом поищу их, и вон белое торчит. Вон, 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 по центру кадра. А вон желтенькое. В общем, я на своем канале буду рассказывать, наверное, весьма жесткие парфюмерные вещи, не боясь кого-то там затронуть, обидеть, или чтобы кого-то стошнило, потому что, знаете, запахи – это очень интересная штука. Ну, как бы запахи, ароматы, парфюмерия, все вот то, что сталкивается с нашим сознанием и восприятием, предварительно смешав в своей композиции столько всего, что нас окружает. И это может выстраивать такие интересные картины, как в сознании, как в фантазии, так и чисто технически, знаете, в нашем восприятии чего-то такого обыденного. Это очень интересно. Может показаться, что я сижу в болоте, но это не болото. В общем, я хочу вам показать эту красоту, которая меня окружает. Я уже говорила, что в моих видео будет немножечко природы. Знаю, что есть ужасные люди, которым не нравится находиться на природе. Я надеюсь, им одновременно не нравится находиться тогда и на моем канале, потому что это мое все. Вот там выход из этого заливчика и там горы. Как я все это люблю, товарищи. Как я не хочу отсюда уезжать. Боже мой. Ну да ладно. В общем, я на своем канале буду освещать достаточно резкие, возможные темы, не очень приятные для каких-нибудь впечатлительных людей. Я таких людей не особо люблю, поэтому если вы покинете мой канал, я не обижусь. А те люди, которые хотят узнавать что-то новое, то welcome. Я хочу снять какую-нибудь парфюмерную болталку. Напишите, хотите ли вы это. Я что-то все не могу собраться, придумать конкретно темы, которые я затрону. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы, пишите. А про демоны я еще хочу сказать, что, опять же, я точнее не договорила, что это очень интересный товарищ для знакомства с такой очевидной индольной нотой в ароматах, бело-цветочной и сливовой. Поэтому если вы какой-то новичок в этом деле, то обязательно его попробуйте, чтобы ознакомиться с этим понятием, с этими явлениями в парфюмерном мире. И очень хорошо, что он стоит недорого, но при этом он очень, как говорится, ладно скроен, как любят говорить на фрагрантике. Ой, не люблю фрагрантику. Ну да ладно. В общем, это хороший очень образец, который вам покажет и расскажет многое и поможет разобраться в себе, возможно, и в ваших предпочтениях. В том числе, какой индол на вас хорошо усядется. Будет ли он на вас потом раскрываться так, как нужно, то есть сливой, цветами, либо так и будет сидеть какими-то какашками, уж извините, из выражения, если меня смотрят принцессы. В общем, хороший, интересный товарищ. Я его ношу в основном, конечно, либо на природе, либо дома, потому что я не знаю, как его будут воспринимать люди со стороны, потому что он достаточно опасен, как вы уже поняли, своей индольностью. И если вы не хотите, чтобы кто-то думал, что вы обосрались, то лучше, наверное, не экспериментировать. Хотя, с другой стороны, если вы счастливы и свободны, если этот аромат дарует вам бескрайнюю какую-то эйфорию и экстатические восторги, то вперед и с песней. Я хочу снять для вас сейчас еще одно очень интересное видео, которое, я думаю, порадует многих, потому что это та штука, которую многие хотят попробовать, но все не могут найти, как и я до недавнего времени. Так что встретимся, мои кисуни, в следующем видео. Пока-пока! Пока!